Сегодня мы с вами прогуляемся по такому району, который примыкает к району Понсенби, называется Хернбей. Вот такой вот замечательный дом. Я тут остановилась на автобусной остановке рядом. И такая красивая двухэтажная вилла. Это вот то, что называется вилла. И здесь такой район, в котором, в общем-то, все дома в таком стиле. Вот совершенно рядом дом в таком стиле. Это, конечно, старые дома. Им много лет. Чтобы не сказать, что очень много лет. Вот если сюда посмотреть так, набраться, не знаю, ну того, бессовестности зайти немножко сюда, то можно посмотреть, вот как выглядит такой дом, который покрашенный, за которым следят. Здесь вот такая калиточка аккуратненькая, ступенечки, ворота въездные. Ну, то есть здесь вот и дом довольно большой, очень большой. То есть здесь живут люди, которые имеют возможности, наверное, средства следить за своим домом. От обратите внимание, какая-то такая живая изгородь на таком вот каменном заборе. Мне очень нравятся такие заборы. Я уже как-то говорила, что они мне очень напоминают такой, какой-то английский стиль, именно английскую деревню. Ну, а если вернуться уже к этому домику, которые вот здесь вот рядом, ну, то здесь, конечно, люди имеют, наверное, более скромные возможности. И поэтому, с моей точки зрения, домик хочет покраситься. Ну, и тем не менее, он тоже выглядит все равно очень привлекательно. И вот это очень типично. Здесь вот такая лужайка. То есть ничего не насажено, а просто вот такая лужайка перед домом. Она, конечно, тоже хочет покоситься уже немножко, чтобы ее покосили. Ну, тем не менее, выглядит аккуратно. Ну, а напротив дом с пальмами. Пальмы вообще так украшают дом. Вот я смотрю, когда на пальмы такой белый дом, ну, прям так красиво это выглядит. Район, конечно, старый, гаражей нету. Как я уже говорила, там, где мы с вами гуляли по Эллерсли, то машины, вот, вы видите, все стоят на улице. Вот я так буду идти вперед. А вот эти вот улочки, которые идут в эту сторону, они все выходят туда вот, к морю или к океану. Ну, хочется сказать море, хоть моря у нас тут нету, но туда, к воде спускаются. Вот я так перешла. Стою тут в тени под пальмами. Хорошую тень, кстати, дают. И вот смотрю, вот как аккуратно люди. Заборчик покрашенный. И здесь вот так вот аккуратно все покрашено. И даже вот здесь вот на углу такие кустики какие-то посажены, пострижены. Ну, вот люди следят. Вы знаете, как-то, ну, какая у них забота. Сходил на работу, отработал, получил свой день. И заботиться о своем доме. Почему бы о нем не позаботиться? Вот здесь тоже так кустики аккуратно пострижены. Это тоже такая очередная вилла с таким довольно высоким забором. Не очень видно, что там за ней находится. Вот, кстати, а напротив, очень интересно, такой дом весь утопает в пальмах. В пальмах там побольше размером, поменьше размером. Давно эти дома построены. Ну, я так думаю, по очень многим этим домам лет 60, наверное, не меньше, а то и больше, а то и больше. Потому что я думаю, что эти дома были построены уже тогда, когда, скажем, я родилась. А я уже родилась так. Скоро будет 70 лет назад. Поэтому, поэтому, ну, выглядят хорошо. Но, тем не менее, они уже старые. Вот такой интересный дом. Здесь сдается студия и сдаются одна спальная, две спальные комнаты. То есть, это такой большой дом, в котором сдаются и квартиры побольше, и квартиры поменьше. Это вот люди на втором этаже. Большой дом, я бы сказала. Послушайте, как трещат цикады. Я надеюсь, вам слышно, как они надрываются. Вот сейчас у нас тепло. Их так здорово слышно. Ну, кто не знает, цикады, это такие большие, как мухи. Такая, как здоровенная муха. В общем-то, похоже. И вот она прямо одна, или тут их несколько, надрывается со всей силой. А тут возле дома такие интересные растения. Они, между прочим, цветут. Где-то когда-то, мне кажется, попадалось у меня на каком-то видео, или может нет. У них такой, получается, такой метра два вверх стебель, и на нем такие какие-то цветы. Улитки очень любят кушать эти цветочки. Я помню, как-то у моей дочери это было во дворе. Ну, потом надо все время следить там, от улиток разбрасывать эти ядохимикаты. Ну, и потом она решила его удалить. А здесь вот так вот они хорошо выглядят, между прочим. Может быть, здесь улиток нету. Но я думаю, улитки есть везде, потому что они даже ко мне на балкон залазили. А здесь вот, я вижу, был выставлен на продажу такой дом. Это как бы что-то вроде бы детского садика было. Ну, я вижу, что он давно не использовался. А здесь вот объявление веселья о его продаже. И вот показывает это объявление, что оно продано. Ну, вот здесь вот на картинке показано, как это можно будет переделать и сделать такое, в общем, замечательное помещение. Ну, для того, чтобы сюда можно было потом приводить детей. И вот, если вы видите, вот там вот, я надеюсь, вы видите, вот там вот такие валяются зеленые плоды. Это валяется фейхоа. Тут оно растет прямо на улице. И можно, пожалуйста, подберите и ешьте себе. Мы как-то одно время снимали дом. Ну, от дочери, когда переехали, мы снимали дом годы три месяца. То рядом там росли у нас деревья. Боже мой, что там только не росло. И грейпфруты росли, падали, катились по дороге. И фейхоа. Ну, и что-то еще там, всякое другое тоже росло. Так, а здесь я, наверное, до какой-то школы дошла. Сейчас я, да, школа. Называется Бэйфилд Скул. Бэйфилд Скул. Хернвей. Ага. Вот так вот выглядит школа. Вижу там маленьких детей. Наверное, это Primary School. То есть это самое первое, куда приводят детей в пять лет. Вот у них такой имеется стадиончик, площадка, где можно побегать, поиграть. Кстати, у них всегда есть перерыв. Час, который ребенок может покушать, и который может побегать, поиграть в какие-то игры. Здесь это даже не запрещается, а очередь поощряется. Ой, какое дерево, между прочим, вот здесь вот. Многое дерево, но я не знаю, сколько оно будет метров в обхвате. Такой у меня над головой восхитительный шатер из листьев. Не знаю, метра четыре, наверное, в обхвате будет точно это дерево. Здесь вообще деревья растут довольно быстро. Мой зять, старший зять, когда мы сюда приехали, он сказал, что у них тут деревья растут очень быстро, и поэтому, если такое старое дерево, то это не значит, что ему там сто лет, а ему может быть значительно меньше. По-моему, дети еще не ходят в школу. По-моему, они идут со следующей недели, я так думаю. Потому что я что-то детей и не вижу, и мне кажется, внучка еще в школу не пошла. По-моему, они идут со следующей недели уже. Здесь хочу обратить ваше внимание, это возле школы, называется Closing Bean. То есть, это вот, если у тебя, практически это возле каждой школы есть. То есть, если у тебя есть что-то, что тебе не нужно, это может быть одежда, это может быть какая-то там, ну, что там еще, игрушки, например, какие-то там, или книжки, ну, или вообще то, что тебе не нужно, то, пожалуйста, ты можешь это принести сюда и бросить. Надо вот потянуть за эту крышку, и ты туда бросил этот свой узел, и потом с ним разберутся, куда это пойдет. То есть, это как бы вот такая благотворительность, которая, в общем-то, тебе не будет стоить денег, ну, будет каких-то денег стоить, потому что когда-то в свое время эти деньги были уплачены за это. Ну, а теперь оно тебе не нужно, и там как бы валяется, у нас же очень много таких вещей. А кому-то это пригодится. Его могут продать там за какие-то копейки, и людям это будет как бы такое подспорье. не все очень обеспечены. Многим это как раз и нужно. Вот на противоположной стороне дороги дом такой, ну, весь в окнах. Весь-весь в окнах. Это то, что любят новозеландцы. Они любят, чтобы окна были у них открытые, такие незакрытые шторами, незакрытые гардинами. Шторы есть, конечно, или там жалюзи какие-нибудь будут. Ну, они, в общем-то, для того, чтобы, скажем, там, от солнца закрыться, или там, когда холодно зимой, сделать немножко потеплее себе, прикрыть огна на ночь. Ну, а в основном это вот так вот они любят. И они любят, чтобы свет горел, и потом они там, ну, и вечером, в общем-то, ходят. Можно это видеть. Люди сидят, обедают, не скрываются, так сказать. Им это нравится. А здесь на дереве такие кормушки есть. Ну, я думаю, кормушки здесь, это, в общем-то, не самое главное, не самое первое. Что нужно, потому что птичкам тут целый год есть, что найти покушать. Напротив, вот я вижу еще садик такой детский, действующий. Там вон детки играются. Внизу я не буду подходить близко, потому что это чужие дети, я не имею права их снимать. Ну, вот хочу заметить, что это вот я как бы нахожусь ближе, как бы сказать, спальный район. спальный район, и поэтому, вот обратите внимание, тут на улицах вообще людей нету, спальных районов, потому что расстояние огромное, пешком тут никто не ходит, все ездят на машинах, ну, кто-нибудь там на велосипеде. вот едет, по-моему, это дяденька на велосипеде, а мимо меня только что две тетеньки проехали, так сказать, на велосипедах. Укрепляют свое здоровье, ну, и заодно экологию. То есть нету использования бензина. Ну, а так вот, люди все поприезжали, на свою работу поставились машинками вот здесь вот, пошли работать, а по улицам ходить тут некому, потому что это как бы в частном секторе много людей не живет. Это, знаете, вот как бы если бы у нас шли, например, где-то по какой-то, скажем, там сельской местности, где дома стоят такие частные, вы же там не ожидаете, что на улицах будет там толпы людей. Только здесь это все благоустроено, и все асфальтировано, ну, и выглядит прилично. Ой, боже, какое дерево. Это еще больше того, которое мне попадалось. Раза в два, наверное. Тут, наверное, уже обхват будет, ну, я не знаю, метров 10, так, наверное, и не обтянешь ствол этого дерева. Такая мощная кора у дерева. А вот интересно, да, в расселинах уже поселился. По-моему, это фикус поселился. Там еще какое-то дерево поселилось. Наверху какие-то там лианы. А вот даже, ну, что-то такое, я не знаю, пальмочка это или не пальмочка, но, по-моему, это пальмочка поселилась. Так, надо смотреть под ноги, чтобы не зацепиться, тут случайно и не полететь со всего маха. Вот как интересно, да? поселилась в себе и живет. Вот интересно, это растение эпифит, как орхидеи фаленопсисы. Или, может быть, это не эпифит, а пользуется тем, что можно попитаться от этого дерева. Не знаю, как называется это пальма. Или это не пальма. Ну, в общем, что-то такое. Ой, а вон, а вон, а вон. Обратите внимание, я только увидела. На самом верху, что-то такое там примастилось и живет себе. Вот так вот ходишь, и так ходишь, смотришь, и потом раз, и что-то такое интересное увидел. Так. По-моему, мотоцикл проехал. Интересно, это дерево как бы с другого ракурса. А пахнет под ним таким смолистым, знаете, каким-то сосновым запахом. Может, это какое-то хвойное дерево, потому что у него такие не листики, в общем-то, а такие меленькие-меленькие иголочки. А, такой запах. Запах. А представьте себе, сколько машин проезжает здесь. Никакого нет запаха от выхлопа, нету никаких выхлопов. И пахнет, вот на такой оживленной магистрали, пахнет сосной. Качество бензина. Вот так я шла-шла, дошла до следующей поперечной улицы, с которой тоже открывается такой красивейший вид. И вот я только задумалась, действительно, здесь прямо на каждом шагу вот такие огромные деревья стоят. То есть, ну, наверное, я так мало дала, 60 или 70 лет. Вполне возможно, что именно вот этим деревьям и значительно больше, потому что, ну, они потрясающе выглядят. сейчас я дойду до того беленького деревца, светленького. А по левую руку остается вот та школа, которую мы с вами видели. Вот это school office. То есть, это там, где будет находиться, как бы, директор школы, ну, и там будет учительская и так далее. Вот я дошла до этого дерева. Такое впечатление, что оно склеено из нескольких деревьев. Ну, может быть, это у него ствол такой, или это так ветки шли от самого, так сказать, корня. И вот я хочу, чтобы вы обратили внимание, как здесь строятся школы. Здесь нет двух-трехэтажных зданий школ. Здесь все вот такие легкие здания, построенные из легких материалов, чтобы при необходимости, каждый класс имеет отдельный выход, чтобы при необходимости, а необходимость какая здесь может быть, землетрясение, детей учат, что если вдруг случилось, надо нырнуть под стол, туда спрятаться, и в случае там необходимости, чтобы дети могли сразу и быстро выскочить оттуда. Такая замечательная тихая улочка спускается прямо туда, к водичке. Ой, а цикады надрываются. Судя по картинке, я перешла просто на другую сторону, то есть дерево вот у нас там и школа остались позади, а здесь, судя по картинке, кормят какое-то кафе, ну вот написано Duke, не знаю название это или не, знаете, это вот кафе больше для местных рассчитано, то есть вот люди будут приходить сюда, те, которые живут, и если тебе там дома лень заниматься своим каким-то завтраком, ты можешь просто прийти сюда и позавтракать. или может быть это как бы такой магазинчик, вот тут леди сидят, они пришли позавтракать там, вот можно купить что-то готовенькое, нет, девушка понесла какую-то готовую еду, кто-то заказал, ну может только на вынос. Free coffee inside for name of the day. Ну вот, пожалуйста, можно получить бесплатное кофе внутри, если ты что-то покупал. Столики такие вот аккуратные, на столиках свежие цветочки. Ну, в общем, такой тишина, спокойствие. Вот я дошла уже до следующей автобусной остановки, которая так спряталась под деревом. Ой, а здесь я так захожу прямо в такой, такой проход, который такой божественно прохладный, и весь такой. И тут зелень, и тут. А вот эта зелень, которая сверху, это береза, такая большая старая береза. Спустила свои ветки сюда, закрывает автобусную остановку. Ой, дает такую тень, замечательную. А ветки прямо вот свисают, ну, чтобы не сказать до самой земли, то почти на уровне, у меня, так сказать, на уровне, ну, не живота, но груди это точно. А вот это следующее дерево, я никогда не знала, как такое дерево называется, у нас оно растет на Квинн-стрит. А потом я нашла. Я всегда думала, это какой-то клён. А это не клён, это платаны. Они очень похожи на клёны, только у них вот такие вот шишечки. У клёнов такие, как бы семена с такими крылышками, а у платанов вот такие вот шишечки. Благодать такая. Вы знаете, я вот иду по улице, вот так вот снимаю это. Обратила внимание, что как бы вот здесь, в более старом районе, больше заборов таких, которые больше закрывают дома. Там вот, где живёт моя дочь, там как-то меньше заборов таких. Вот даже листья опали под ногами. Ну, их уберут постепенно. Там, может быть, это вчера они нападали, позавчера нападали. Ну, здесь есть кому это убирать. Я вот просто хочу, чтобы вы так шли со мной вместе и почувствовали, ну, такую, знаете, атмосферу. Вот атмосферу такого спокойствия, атмосферу такой вот спокойно размеренной жизни. Когда самое такое основное для тебя, это, ну, найти себе работу. Там, закончил школу, поучился. Найди себе какую-то работу. Устройся туда. И живи себе. Заводи себе семью. Так я через заборчик заглядываю. Это фикус такой здесь стоит. На первом плане. И потом ты вот так будешь наслаждаться, просто наслаждаться своей жизнью. Конечно, у людей всегда есть какие-то проблемы. У молодых это какая-нибудь там неразделённая любовь или ещё что-нибудь в таком духе. Там, у молодых мам свои заботы. У пожилых людей свои заботы. Но, тем не менее, вот жизнь проходит вот в таких вот, ну, вот я не знаю, таких вот условиях замечательных. Когда нету вот этого нагнетания какой-то этой ужасной атмосферы. Когда нету этой нищеты беспросветной. Когда человек должен думать, где ему взять денег на кусок хлеба или где ему взять там денег на то, чтобы отправить ребёнка в школу и чтобы там купить этому ребёнку форму. Здесь тоже есть такие проблемы, полно. Но здесь это решается. Здесь тебе помогут. То есть, если у тебя там пятеро детей, тебе не за что купить им форму. Тебе поможет эта организация, которая называется Walken & Come. Тебе выделят деньги. То есть, обратись туда и тебе помогут. Это вот то, что называется милосердие. То есть, люди помогают друг другу. И правительство, оно заботится об этом. То есть, его задача это вот облегчить людям жизнь. Вот, пожалуйста, такой приятный спуск. И там такие стоят приятные домики. Я прошла небольшой солнечный участок и опять спряталась. Вот такой вот зонтик, который так свисает. Ну, знаете, точно как зонтик такой на пляже. Такие листья свисают. Тут такой вот забор. Не могу сказать, что замшелый. Ну, вот кто-то поселился и живет здесь в такой расщелине. Жизнь везде. Везде, где только можно. Жизнь старается пробиться. Вот еще два таких красивых домика, виллы с пальмой, которая так смотрит в голубое небо. И даже там я на небе вижу луну. То есть, настолько чистый воздух, что при таком ярком солнце видно хорошо луну. И вот здесь вот домик. Люди поставили такое, как бы, баскетбольное кольцо, чтобы дети могли побросать в него. А вот какие пальмы. Пальмы, знаете, они очень разные. Эти вот такие, прям как свечки стоят. Хочу заметить, что между домами обязательно есть заборы. Это не для того, чтобы, как бы, препятствовать кому-то сильно. А для того, чтобы отметить территорию участка. То есть, вот эта территория принадлежит, то есть, эта территория принадлежит одному дому, а та территория принадлежит другому дому. Это очень важно, когда происходит продажа дома. И там указывается, сколько метров участок. Потому что указывается не дом, а участок. Хотя и дом тоже могут указать, какая его величина. Но, тем не менее, именно важны вот эти вот заборы, которые отделяют именно участок один от другого. Такой дом. Привезли стройматериалы. Дом будут, как это, раново идти по-английски. То есть, как реконструировать, освежать. Ну, что-то в таком духе. Очень интересно, когда идешь по улицам, вот по таким, где мало людей, то все между собой здороваются. То есть, я подходила с этими дяденьками, поздоровалась. Они поздоровались, приветливо со мной. Ну, так здесь принято. Это как в селе. Ты шел, и тебе, если попадались люди, то обычно здоровались между собой. Такой интересный дом. Что-то такое. У меня такие дома, знаете, всегда напоминают дом из кинофильма «Белое солнце пустыни». Что-то там тоже было в таком духе, таможня. С другой стороны домик выглядит вот таким видом. Называется Сейлсбери. Здесь, в общем-то, довольно часто всякие здания имеют свои названия. Вот обратите внимание, с обратной стороны тоже стоит дом в таком стиле. Ну, и очередная улица, которая будет спускаться прямо куда-то вот туда. к морю. Шла мама с ребенком, я с ней поздоровалась. Такой красивый оплетенный забор возле этого дома, который был на обратной стороне. Деревья такие какие-то интересные. Собачку гуляют. Собачка делает так. Собачке жарко, наверное. Но это я пыталась так изобразить, как собачка делала, потому что я ее услышала за спиной сначала. и мне было так интересно посмотреть. Но это, конечно, я не могла повернуть голову. Знаете, неудобно на людей смотреть в упор. Подумает, что это она тут на нас так смотрит. Хотя люди приветливые. Надо было поздороваться с ними. Ну, поскольку я снимала в этот момент, пусть они меня простят. А там вот уже моя береза на горизонте. А здесь вот что-то ломают старое. И будут строить что-то новое. Вот дальше такой домик стоит. Написано доктор Джулия Смит дерматологист дерматолог. То есть это вот такая частная клиника. Ее будет принимать доктор дерматолог. Ничем не отличается домик. Симпатичный, аккуратный. Умеются стоянки для автомобилей. Вот такой следующий домик. тоже связанный с медициной. Что здесь делают? А здесь остеопатия, акупунктура, амиопатия, массаж, йога и рейки. Тоже такой аккуратненький домик. Пожалуйста, приходи. Там вот есть объявление написано ресепшн, стрелка. То есть там тебя приветливо встретят. Вот здесь такой следующий домик. Как я сказала, это очевидно, такая труба идет от камина. Она называется Jervais Flats. Flats это квартиры. То есть то, что у меня это называется по-английски flat. Дом это house, а это flat. Вот следующий называется Calmarna дом тоже с названием. поэтому здесь довольно часто можно увидеть на таких старых домах название. Для чего это было? Это было для почты. Люди писали на почтовых там дом такой-то, дом такой-то. Не по номеру, а писали вот такой вот дом. Их было не так много. с этой стороны я дошла уже тут такая цепь небольших магазинчиков, в которых можно купить все, что тебе надо. Ой, так, я тут встала, машина выезжает. То есть это вот дом, где квартиры. Возможно сдаются, возможно кому-то принадлежат, но это вот такой дом именно с квартирами. Очень хорошо, вот возле этого дома даже есть написано Кел Марна Visitor's Cards Only. То есть это вот если к тебе кто-то приехал с визитом, пожалуйста, он может поставиться здесь и без проблем стоять на этой площадочке. Следующий дом тоже с пальмами такой большой, белый, интересный. Сейчас прочитаем его название. называется Беввиль. Такой дом называется Беввиль. Травка уже выгорела, почтальон едет. Почтальоны здесь все на велосипедах, потому что пешком не находишься, поэтому почтальонам приходится ездить на велосипедах. Ну или курьеры ездят на машинах. И такой следующий дом. Ну в общем я вижу что тут идет целая цепь. домов, которые не есть частными, а которые вот с квартирками. Хотя квартирки могут быть и частные. То есть здесь могут издаваться квартиры и частные быть. Как и везде. Домик этот называется Рейкорд. И так вот я плавно дошла до следующей улицы, которая тоже спускается туда к водичке. А здесь строится какой-то новый дом. Шумно конечно здорово. Ну приходится людям терпеть. Я специально подошла к этому дому. Такой он как бы кирпичный. Показать такой шикарный куст гибискуса. Вы посмотрите какие цветы огромные, красные. Вообще чай же есть такой гибискуса. Он такой кисленький немножко на вкус. Ой какая красотень. Вот такой цветочище огромный, красивейший. Куст выглядит очень красиво, как будто в таких красных фонариках. Ну вот рядом с ним я забыла как называется это растение. Оно уже в общем-то отцвело. Или это не отцвело, или это у него такие цветы в пятнышку. Сейчас я посмотрю поближе. посмотрела поближе это такие цветочки в пятнышке. Вот уже засохшие, а там вот тут видно белые в такие какие-то такого цвета бордо пятнышки. Вот так кустик так вообще бордовый там был цветочек. Интересное. Ой забыла как оно называется. в горшках у нас продается. Здесь вообще такое голубое. Чем-то на сирень цветочки смахивают. интересно куст один а цветы такие разные. Здесь так вот вообще даже с какой-то синей серединкой ой как этот надрывается там на стройке не дает мед. Смотрите какое соцветие огромное. Интересно. буквально на одном кусте вот такие какие-то совершенно разные цветы. Попался такой Ford не знаю какого этого года но вы посмотрите какая красивая машина. Пока эти тут безумные строители перестали издавать ужасные звуки я хочу вам обойти и показать как выглядит эта машина называется Ford Galaxy ну если вдруг кто-то из мужчин смотрит и он любит автомобили ему будет очень интересно посмотреть на этот автомобиль. Это наверное какие-нибудь 50-е или 60-е годы. Красивейшая машина. Вообще дизайн потрясающий. Я вот так проходила мимо нее и любовалась любовалась. Посмотрите на эти колесики на эту эмблемку. выглядит вообще замечательно и это очевидно чья-то из строителей потому что окна открыты и там какая-то такая лежит рабочая одежда. Здание R&W Haleby LTD 1905 год. То есть это говорит о том когда был построен весь этот район когда было построено это здание какой-то компании ну вот уже сколько это получается 116 лет как минимум прошло. Надеюсь прогулка нам с вами удалась. Вы прошли прогулялись со мной утречком когда люди вышли позавтракать в кафе когда люди еще дома когда люди уже работают ну и в общем-то тоже получили такое удовольствие от такой неспешной приятной прогулки от такой жизни спокойной размеренной и счастливой я думаю всего вам доброго до новых до новых до новых Продолжение следует...